Что такое криптовалюта, чем вызваны рост биткоина и разработка какой цифровой валюты ведется в России? Обо всем этом в материале нашего корреспондента. Стоимость биткоина остановила новый исторический максимум. В ночь на 17 декабря курс поднимался до 22 тысяч долларов, что следует из данных биржи CoinDesk. По одной из версий, повышение курса связано с тем, что один из банков Сингапура решил запустить собственную криптовалютную биржу. Однако не все эксперты согласны с этим. Рост и падение криптовалют по сути определяется, как сейчас говорят, хайпом. По всему миру цены лезут еще вверх, еще большее количество присоединяется и так по принципу лавины. До тех пор, пока вдруг все не осознают, что дальше уже нельзя, еще дороже никто не купит. И тогда начинается обратный процесс, как это было несколько лет назад. Криптовалюта не является наличными деньгами, поскольку существует только в форме компьютерных записей. С другой стороны, она не является и привычными для нас безналичными деньгами. Криптовалюта в том виде, в каком она существует сейчас, тот же биткоин, он, видимо, останется очень маргинальным сектором финансового рынка. Это будет такая вот игрушка для тех, кто желает поспекулировать. А также это будет инструмент для, ну, как и сейчас, собственно, инструмент для проведения каких-то серых, неофициальных платежей. В России был принят законопроект о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который признает криптовалюту, в том числе биткоин, платежным средством. Однако оплатить цифровой валютой товары и услуги на российской территории нельзя. Но при этом ведется разработка цифрового рубля. Чисто технологически цифровой рубль основан на той же технологии блокчейн, на которой основаны все криптовалюты. Но цифровой рубль – это официальная валюта национальная, за которой стоит ее эмитент Центральный банк Российской Федерации. Отличие цифрового рубля от других криптовалют заключается в том, что он привязан к российскому рублю. Его курс можно отслеживать и прогнозировать, в то время как другие криптовалюты не имеют под собой никаких физических ценностей. Приживется ли эта валюта и насколько успешен будет проект с цифровым рублем, покажет время. Кристина Надершина, Универ Ньюс.